привет тигры сегодня опять спарринговались сегодня пожёстче чуть получилось чем в прошлый раз но все равно пришли боксеры да в прошлом комментариях под прошлым видео все писали боксеры никакие ребята вы просто не понимаете суть как бы работы когда против боксера работаешь ногами он не знает просто что делать понимаете поэтому получается такое такая работа как бы на расслабоне они просто не могут сократить дистанцию сегодня мы работали вы видите пару раундов ребята довольно хорошие были боксеры по рукам мы с ними работали занимаются боксом но они при первом же сокращении дистанции получают фрунки раз-два-три потом они уже боятся сокращать дистанцию понятно что это не профессиональные боксеры которые закроются все любители нету здесь чемпионов мира эллимпийских чемпионов поэтому каких-то таких группах как вы видите там в интернете по профессиональным боям вы не увидите но суть работы все равно она довольно жесткая ребята поздыхали все работа тяжело жареющая на физуху работа на выносливость очень сильно но суть работы как бы вы должны понять что ноги работа тайского бойца в данном случае меня да я не великий тайский боец но даже достаточно моего уровня среднего боксера и даже довольно хорошего боксера удерживать на дистанции обрабатывать ногами и входить в филиш с коленями и локтями конечно сегодня мы лодки не работали но суть как бы вы должны для себя понять пишите комментарии жду экспертов диванных которые скажут итак начинаем наши спарринги ребята пришли разные и самым а были ребята из бокса и стайского соответственно сейчас начали работать ребята работают легко кстати вот первой части там многие писали там оденьте шлемы оденьте жилеты работаете жестко это все не нужно ребята у нас тренировочные спарринги мы работаем плотно но не до нокаута это все не нужно работа в шлемах и в жилетах полный контакт нужно только в соревновательном спорте то есть когда идет подготовка к соревнователям каким-то соревнованиям хорошим тогда это нужно это чтобы прочувствовать это все дело почувствовать удары поработать полный контакт отдыхать да получать полный контакт тренировочных целях и в тренировочном процессе без подготовки к соревнованиям не нужно эти зарубы делать это все очень травмоопасно разбиваются ноги, все травмируется. Одно дело, когда ты так работаешь поотбивать лоукики, сегодня увидите, ребятам ножки чуть поотбивал, это одно дело. Это пару дней, оно прошло, и ты работаешь. Другое дело, когда ты работаешь в полном контакте, коленем и въезжаешь в лицо, ломаешь нос коленем или миддлкиком ребро хрустит. Это все, 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 это все может быть. Поэтому работу полный контакт, жесткий, да, максимальный, мы не делаем. На данный момент это не нужно. Наша задача именно просто почувствовать это все, поработать с разными соперниками и этого достаточно вполне. Так как мы работаем, сейчас, видите, я работаю с кикером, очень хорошо двигается на ножках, я его ловлю лоукиками, забираю в клинч, опять клинч колен. Вот если бы мы работали в полный контакт, я бы саживал колено в полную силу и однозначно бы разбил нос. Но зачем это надо? Кому? То есть такие серьезные травмы, это сразу отсутствие тренировок на несколько недель, а то и месяцев. Поэтому, когда ребята приходят на тренировочные спарринги, мы работаем в тренировочной манере. Сейчас второй раунд, я сам точно не знаю, кто чем занимается, ребята разные, на данный момент знаю, что спарринг ММА занимается. Но видно, что такой ударник, конечно, не особый. Поэтому, когда я вижу, что мой соперник такой довольно начинающего уровня, конечно, я не бью со всей силы. У меня нет цели нокаутировать. Если бы мы работали на соревнованиях, опять-таки повторюсь, это другое дело. Если бы мы готовились к соревнованиям, я бы тоже старался как-то отработать свои какие-то нокаутирующие связки. Но сейчас это не надо. Сейчас я хочу просто поиграться, подловить, и больше даже дать понять сопернику, где и как он может получить. Пытается в челночке двигаться, работать, сразу ловит ловки. Снова челночок, убежать. Здесь хорошо провалил, но не дал я ему сократить. Я работаю практически с опущенных рук. Вот с этого клинча, опять колено первое, сразу, если вы видели, четко зашло в голову. Но я его не доносил до головы, останавливал за пару сантиметров до головы. Для того, чтобы не сделать серьезной травмой. Поэтому работа в полный контакт, да, она смотрится со стороны красиво, вам это все хорошо, весело. Но ребята, когда работают в полный контакт, это нужно, опять-таки, только в соревновательных целях. Жесткое месиво нужно только, когда готовишься к каким-то соревнованиям, где будет жесткое месиво. Мы встречаемся для того, чтобы набраться опыта, наработаться, чуть поработать с разными ребятами, с разных видов. К сожалению, конечно, к нам не приходят тейквантисты, почему-то, не знаю почему. Я вылаживаю приглашения на спарринги везде, в разных группах у нас в городе. Поэтому, я думаю, видят их все. Но почему-то не приходят. Приходят только ребята, в основном, боксеры, кикеры и те, кто же в этом зале занимается, только другими единоборствами. Вот мы работаем сейчас с боксером, если вы видите. Потому так получается. Еще ребята пишут, что боксеры никакие. Опять-таки повторюсь, я в начале видео сказал, не от боксеров это зависит. Если бы мы работали чисто руками, вы бы видели совсем другой бой. Вы бы видели серийную работу, видели в серии уклоны, заходы. Все бы это вы видели. Но сейчас, когда идет работа с ногами, вы это все просто не увидите, потому что я не даю этого делать. Я останавливаю это все фронт-киками. Я проваливаю и сразу всажу лоу-кик. Потому, ребята, очень тяжело им что-то сориентироваться. Особенно боксерам, когда некоторые, вот опять, видите, два раза словил его на фронт, и все. И он уже боится делать какой-то скачок, работать в челночке. Потому что он не может сократить эту дистанцию. Он знает, что если он сейчас дернется, он опять получит в живот. Этот очень неприятный такой удар в живот, очень полезный. Поэтому сейчас вы не увидите такой работы, как рубка там боксерской. Потому что нету ее. Вот смотрите, ребята рядом работают, не в тайском стиле, да, они рубятся. То есть есть такая у них серийность, руками добавляют ноги, потому что они дают друг другу этому делать. Там один зашел, второй шел в глухую защиту, напринимал 4-5 ударов, сам пошел отвечать 4-5 ударов, второй закрылся. Я этого делать не даю. То есть за, буквально, я не хочу так работать, потому что я работаю больше в стиле санчая, по крайней мере, мне так хочется думать. Я, ну сейчас неприятность такая получилась, от хайтика немножко посадил парня, неприятно попал хайтиком. Опять-таки, возвращаюсь к тому, что я не хочу просто принимать эти все удары, я хочу для себя отработать дистанцию и полную нейтрализацию. То есть полное доминирование в бою, не дать сопернику вообще себя ударить, и при этом все время набрасывать ножки, набрасывать, добавлять руками, забирать клинч. Потому получается такая работа, что как бы со стороны это выглядит на расслабоне, но для оппонентов это выглядит очень не на расслабоне, когда вот такие лоукики они принимают, как сейчас, в расслабленную ногу неожиданно. Это все очень существенно. Прошлый оппонент немножко там за ногу придержался уже в конце. Конечно, я не всажив со всей силы, но даже такой наброс, когда идет там 5-6-7 лоукиков входит даже просто вкрученных четко в ногу, это все очень хорошо чувствуется. Потому сейчас видите, связочки такие пошли, рука-нога и ручка всегда достает. Вот опять зашел и с уклона я забираю клинч. Опять-таки пошла обработа коленями, все было гораздо суровее. Ну, а ребята вот на переднем плане ребята бросают такая динамичная работа. Они дают друг другу динамично работать и хотят динамично работать. То есть входят, держат. Ну, снова-таки вы должны понимать, что мы работаем не в ринге без канатов. Поэтому когда ты начинаешь прессинговать, давить, второй номер включает велосипед и приходится гоняться по всему ринге. Вернее, по всему татаме, за ним бегать. Уже ты не можешь сделать то, что хотел бы. Да, зайти с прыжка, где-то забрать голову или пойти в какую-то 4-5-ударную серию, когда к канатам поджимаешь противника и входишь в серию. Отсутствие каната веринга не дает этого сделать. И, соответственно, в такой манере надо работать уже немножко по-другому, если не можешь поджать. Ну, и пока я с вами разговаривал, рассказывал, мы подошли к нашему заключительному раунду. Снова я с китером решил поработать. Наиболее такой опытный соревновательный парень выступает на соревнованиях. Хороший уровень у него. Поэтому с ним наиболее интересно было работать. Ну, последний раунд уже такой тяжелый, да, дышат тяжело уже все, поэтому тут кто как поработает. Снова моя задача его на лоу-киках подловить. Тоже ножки хорошо бросает. Немножко с прошлого раза опыта набирается. Уже бьет и лоу-кики, и хай-кики туда одной ножкой работает. И снова глухая защита бокса это их минус в нашей ситуации. Потому что уходя в глухую защиту боксеры привыкли 3-4 удара принимать и сразу контратаковать. Но если сразу забираешь их в клинч и добавляешь колено, просто они уже не знают что делать. Вроде клинча так не пойдет. Хорошую серию мне дал левым боковым почти достал. И снова попер. Ну здесь пошло завязка в клинче и перевод в партер. Мы обусловились что если есть борцы какие-то не могут переводить в партер. Но в партере уже не боремся. У нас кикер борец получился. Но на этот перевод ушло очень много сил у него. Это было видно и концовочку уже я решил забрать за собой подоминировать немножко повсаживать. Такие лоу кики очень полезные. Снова раз два лоу кик и снова пока разворачивается серия ударов с коленями. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями, обязательно пиши комменты нравится тебе такой формат видео или нет. Настойчивости тренировок. В закрытом онлайн клубе Муай Тай Си Кей ты найдешь очень интересные и полезные онлайн встречи, закрытые видео уроки, а также 50 готовых пошагово расписанных тренировок. Ссылка в описании под видео.